Артур, ладно, ебать, я вам сейчас видео покажу. Вы не видели же, да, мою рекламу для Леона, которую мы с Артуром снимали? Там типа 8 тысяч просмотров. Ебать, вы сейчас посмотрите, приколитесь. Кто сидит на стриме? Кто с этого момента, кто выходит со стрима, тому вот этот харчок в ебло. Вы сейчас увидите очень странную вещь. Нет, не будет, блядь, на этом стриме реакции на Джизуса, пацаны. Вы сейчас увидите вместо этого действительно странную вещь. Booker The Band, 8 и 7 тысяч просмотров. Трек и клип с живыми инструментами с нуля, сингл номер 10. Короче, надо было снять рекламу для Леона, и мы ее сняли в формате сингла. Но это все было в начало пандемии, я болел, и мне казалось, что у меня коронавирус, и все боялись выходить на улицу, и никто не понимал, что делать, и было странно, и никому не хотелось снимать серьезную рекламу. Я говорю, Артур, давай такую рекламу сделаем, будет прикольно. И вот просто посмотрите, просто посмотрите вот на то, что вы увидите. Это интересно, вы такого не увидите больше нигде. Это было, вот просто смотрите. Всем привет, дамы и господа, приветствую вас на моем канале, вы находитесь на канале Сингл. И сегодня у меня в гостях Booker The Band, представьтесь, пацаны, пожалуйста. Пацаны, просто посмотрите на всех этих прекрасных людей. Слева Максим Васильев, ныне барабанщик, один из, да, бессменный барабанщик группы Дети Рэйв, и не только, мощнейший преподаватель в школе барабанов Драм Старс. Потом Павел Шкиль, сейчас живет в Дубае, является турменеджером Алишером Оргенштерна. Артем Звозкий, нынче вокалист группы Мокюментари. И Женя Кашипаров, сейчас играет на гитаре с Серафимом Мукой. Собственно, ну и ваш покорный слуга, блять, друзья, просто пиздец. Хочешь с вами представлять, у них есть голоса? Блять, держи вожак, давай представляем. А, я вожак, я собака, блять, я волк, я локемин, блять. Меня зовут Федя Букер, салют, я болею сегодня. Чтобы вы не болели завтра, вирусы ходят по улицам Санкт-Петербурга, косят людей, как косой, косят рожь. Если не хочешь, ты сдохнуть, педрила. Осуждаю. Это не я, это другой человек в маске. Я плюнул, не трожь. Федя Букер. Блять. Собственно, Паша Шкиль, басист, здравствуйте. Женя, сегодня гитара. Он, кстати, белорус. Завтра можно еще что-нибудь сделать? Он белорус. Макс, Максим, битингил. Да, это сосик. Чуваки, это реальный сосик. Это вы его правильно узнали. Это сосик. Барики. Если вы поняли, что он сказал, пишите в комментариях, ставьте лайки. Если не поняли, тоже пишите. Просто пишите в комментариях. А ты что делаешь? Чем по жизни занимаешься? Все, попался. А ему музыка не нравится, как это, да, все. Короче, друзья, сегодня мы будем делать ремикс на песню Игоря Николаева «Выпьем за Леон», собственно говоря. Вот. Мы будем делать панк-рок-версию. Пацаны, я слышал, могут немножечко в этот жанр. Я считаю, что мы тухуем в топ-3 русских панк-рок групп. О, нет. В общем-то, здравствуйте, дамы и господа, еще раз. Хотел вам рассказать... Ебать, Гриша Мастридер. Сказать о нашем замечательном объединении Фабума Гэм, в котором состоит много классных креаторов и классные проекты. И один из этих проектов – это YouTube-канал «Книжный чел», который представляет мой замечательный друг Григорий Мастридер. Советую вам ознакомиться. Гриша, вот чем вы занимаетесь по жизни вообще? Да, блядь, шабим, дрочим, мастурбируем. Замечательно. Ебать, Гриша хорош. На самом деле, Гриша просто, ну, немножечко лукавит. Он делает замечательный... Шабим, дрочим, мастурбируем. Проект «Книжный чел». Этот человек берет интервью у умнейших людей, просто каких-то криптоинвесторов, блядь, гроссмейстеров памяти. Чем вы занимаетесь? Шабим, дрочим, мастурбируем. Который берет интервью у разных классных людей из мира. Бизнеса, науки. Иногда туда даже рэперы заходят, друзья. Бывает. Вот Михаил Светов был, смотрите. Пиперский. Обсуждать с ними интересные вещи о том, что люди читают, какие интересные там познания в своей... Блядь, Артур, тебе нужно вот такую бороду оставить дагестанскую, я тебе клянусь. ...жизни кроме музыки они испытывают. Если ты, мой дорогой маленький школьник, хочешь узнать что-то новое, кроме того, как нажимать гик и снейр, советую тебе перейти по ссылочке в описании на канал «Книжный чел», и все у тебя в жизни станет хорошо. Математичка 5 поставит, там школу, ЕГЭ сдашь на 100 баллов, может в МГУ поступишь, вообще все хорошо у тебя будет. Ты главное перейти... Артур, тебе нужно вернуть такую бороду, требую. Сколько нужно тебе задонатить, чтобы ты вернул бороду вот такую дагестанскую? Красную кнопочку серой, поставь лайкосик, и все будет у тебя замечательно, братан. Я хуйни не посоветую. Ну, что ты в натуре, столько лет... Артур, тебе такая борода нужна, я отвечаю. Там есть уже, например, выпуски с Эрнеста «Заткнитесь», с Букером. Скоро будет за май, если вы перейдете и подпишетесь. Друзья, за май это надо точно как бы перейти и обязательно подписаться. Там все замечательно, поверьте, хуйни не советуем, лучшие люди этой страны делают эти выпуски для вас. Ну, перейди, ну что тебе жалко, что ли? Лучшая реклама-история. Итак. Друзья, вы понимаете, что мы делаем? Мы делаем в качестве рекламы панк-рок-версию песни Игоря Николаева «Выпьем за Леон», которая является версией песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Ужас. Не могла не поддержать альбом. Нина, дорогая, спасибо огромное. Спасибо за 300 рублей. Спасибо за донат. Иди сюда, мальчик. Мальчик, иди сюда. Смотри, дядечки играют. На своем вот этом компухтере-то, блядь, тыкаешься все время, да? Де минор, и потом просто соль на мажорную, у тебя просто соль, фа, и ми. Посмотрим просто, как Макс еще темп задаст, чтобы там все эти там... И может, у тебя не обычный перебор будет, а Макс вот здесь не сыграет, и ты, может быть, Макса, почитаешь. Все просто, как сделать, как переиграть с обычной песней обычными аккордами за две минуты. Бля, безумие. Ковер в порядке. Гитары и бас можно вообще вместе с барабанами прописать. Как же Макс ебашит, блядь. Какой же он, блядь. Просто русский Трэвис Барр. Как бы многие задаются вопросом, что случилось с Федей Букером за последний год с альбома «Маргинальное очтиво». Федос, расскажи, пожалуйста, по ценам. Я заболел вирусом панка и рока, послушал кирпичи, тараканы. Да не, просто захотелось, я решил, что, блядь, вместо того, чтобы читать душный рэп, который, блядь, и так все читают, ну, там, каких-то новых смыслов трудно обрести, да, и... Я всегда хотел попробовать об инструментальном музле. Но я себя не пробую, я не умею играть. Есть примеры того, когда люди нанимают за два месяца просто сессионных музыкантов, и, типа, это разве пизжи? Ну, то есть я просто с ребенком пашешь с Килем случайно, он говорит, нужны тебе сессионные музыканты? Я говорю, да, давай. Я типа барыга среди музыкантов. Ну, он такой, типа, хочешь, да, поедешь. Я такой, типа, есть варик? Он говорит, да, давай. Был альбом, и мы его как бы чуть оживили, просто сыграли, он немножко по-другому зазвучал. Ну, мне кажется, скорее вопрос, во-первых, он очень сильно по-другому зазвучал. Ну, естественно. Мне кажется, тут вопрос в том, что, типа, чем отличаемся, типа, группа, да, которая вот так вот собралась. А просто сессионных музыкантов, типа. Тем, что мы бэнд, то есть, например, если... Друзья, вдруг мы не поняли, да, типа... Отличное видео. Понимаю, почему у него 80 раз смотрят. Позвони мне, мам. Я скажу, тебя порадую. Сегодня ебался с двумя бабами. Йо, у меня в стакане дерьмо. Со мной по шашке, бро. У него футболка русский. Вики, бля. Макс, короче, твори любую хуйню в конце. Если будешь как сейчас сбивку, я просто под тебя подстроюсь, подержу ля еще одну квадрат. Поехали. А референсом всей этой хуйни была песня группы Ramones Blitzkrieg Bab. Если вы ее знаете, вы ее наверняка знаете. Вот последний аккорд у меня. Раз, 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 два. Ну, то есть, четыре раза. Сделаем просто его восемь раз. Понимаешь? То есть, просто последний аккорд в два раза дольше. То есть, он просто... Стандартный вариант. Четыре удара. А вы сделаем? Раз, два, раз, два. Раз, раз, два. У меня коронавирус. Сука, твоя, блядь, остепенилась. Повзросляла теперь и 30. Сука, зацени, бля, рукавицы. Один палец большой, один палец маленький. На них это зову барышки. На завязочках, как у бабушки. Йо, ё, ё, у меня есть. У меня нихуя нет. Перед башкой будет костен. Моя любимая история с этих съемок связана с тем, что мы между локацией, где мы снимали запись музыки и локацией, где мы снимали клип на песню. Короче, там мы заходили покушать в этот, в Муму Бургерс. Это в Питере такая бургерная хорошая. И в ней, короче, был, была акция. Там был самый острый бургер. Ну, просто какой-то ебать острый бургер. Если ты его там съедал за пять минут, по-моему, то ты за него не платил. И мы сидим, и Павел Шкиль такой, давайте мне этот бургер, мне похуй, давайте. И он был очень острый. А Павел его съел за пять минут и не платил за него. Мы прошли типа 200 метров до места, где мы снимали клип. И Павла Шкиля вы сможете увидеть практически нет в кадре, потому что все время Павел Шкиль блевал этим острым бургером просто дальше, чем видел. Он проблевывался, выбегал на чуть-чуть, чтобы подснять дубль один и обратно бежал блевать. Зато не заплатил. Вот, а с какого времени вы примерно начали играть вместе? С начала октября, с конца сентября. Он чел, который свою женщину с гадовщинами поздравляет. Рода, у нас сегодня три месяца и 20 секунд. Что по новому материалу, вы планируете ли вы уже все вместе писать, или по старому варианте, когда рождается альбом, и потом вы его как-то переозвучиваете для концертов? Как это происходит? Да. Я ПМП, и пишка очень скоро. А как пить, блядь? Открою его. Открыл? Да. Эй, подожди. Как вы можете заметить, эта маска не пропускает влагу. Именно поэтому вы в безопасности как никогда. Маска, которая не пропускает влагу. Хороший. Вот, собственно, это референс. Это был референс, чуваки. Влагу. А, вам не видно, да? Извините. А, ну да. Давай. Давай во втором припеве сделаем випер Тома, в первом типа «Эй, О». Слушайте. На хуя мне жить без денег, если можно жить с деньгами? Можно увеличить пенис и купить подарок маме. За мной Игорь Николаев. Он бухает, как мой батя вор. Блядь, мне после этой рекламы Артём Вараб сказал, ты не понимаешь, почему с тобой рекламодатели никакие не хотят работать? Я говорю, почему? Он говорит, потому что тебя, блядь, попросили прорекламировать ли он, и ты написал песню со словами «Со мной Игорь Николаев, он бухает, как мой батя». Поэтому с рекламой у меня долгое время было сложновато. Экскурсия называется «Богемный бандитский Петербург». Ведет ее Леша Вениченко. У меня задержка здесь, на майке. Ладно. Оставляй. А, блядь, записалось? Наверное, нет. Вы понимаете, что я еще и вставил в рекламу, значит, казино и ставок «Леон» мем про ебаный рот этого казино. Я очень с собой доволен. Нет, от Сау Студина. Это не Фабума. Да, я надеюсь, после сняли, как ты смешно прыгал сейчас. А давай ты ответишь на вопросы. Давай попробую. Захотишь ты, значит, на зону, да? И там на стене нарисован опер. Мусор, да? Хоп. Полицейский. Я просто первый, брат. Извините, нарисован сотрудник правоохранительных органов. И тебе говорят. Так. Ударь его. Сделаешь. Это последний. А хочешь шутку, Мюррей? А что будет смешать, если сад-сад-сад-сад-сад психа, которого не принял общество? Панк-рок. А? Рома Лакемен. Рома Лакемен. О, хорош. Иди, старшин. Не, на самом деле, последний вопрос. Давай. Куй сосатель в жопу ссад. Па-па-па. Пара-пара. Пара-пара. Не, ладно, а что мы пиздим? А, Максон, дай задание вот людям вот с этим чит. Давайте, пишите, короче, выкладывайте свои видосы под хэштегом Максон Челлендж, короче. На Максон Челлендж! Во, можете попробовать этот, кстати. Сейчас будет барабанный прикол. Можете попробовать прямо сейчас. И напишите, у кого получилось, у кого нет. Смотрите, в чем суть. Короче, есть читалка. Назовем ее футбольной, окей? Слишком просто, но нет. Звук Че, любой добавимый звук Че-Чи, может, хуй, я не знаю. Может, рима достаточно. Сомещаем такую херню. Че-Че-Че-Че. И вот это. И получаем Че-Че-Че-Че-Че-Че-Че. Сможете? Нужно держать один ритм руками и другой ритм голосом. Вот попробуйте вот это. Че-Че-Че. Там типа... Че-Че-Че-Че. Блядь, я не могу. Попробуйте вы, короче. Рад вам. То есть таким образом ты должен два ритма поддерживать. Да. Электрономный, другой вот этот. А, нихуя, ты мне более. Присылайте свои видосы с хэштегом МакЗААМЧЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ рекламу заплатили деньги я напоминаю это видео платная за это заплатили деньги два раза один раз за рекламу а второй раз за донат охуенно итак друзья теперь я хочу чтобы вы насладились платным клипом рекламным на песню выпей ртом за ли он он будет прямо сейчас хочу чтобы вы понимали что люди заплатили за это деньги это меня до сих пор греет душу и помните что паша который играет на басу блюет в перерывах держите это в голове бля охуенно звучит кстати нахуя мне жить без денег если можно жить с деньгами можно увеличить пенис и купить подарок маме со мной Игорь Николаев он духает как мой батя Борен Баффет угощает но нам с Игорем не хватит за кто хуеван он на мониторе заебись вывел пару дышь пару дышь тоже заебись ебаный рот банкрот даунал поработал нихуя но могу поднять бокал вы пердом за ли он вы пердом за ли он вы пердом за ли он за ли он бухай 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 все что я люблю мне кажется охуенная песня сейчас нет дайте еще раз самое начало послушаем мне так понравился мой кусок вначале так он пиздатый вот этот за ли он бухай 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 все что я люблю нахуя мне жить без денег если можно жить с деньгами можно увеличить пенис и купить подарок маме со мной Игорь Николаев он бухает как мой батя Борен Баффет угощает но нам с Игорем не хватит за кто хуева но на мониторе заебись вывел пару дышь пару дышь тоже заебись ебаный рот банкрот даунал поработал нихуя но могу поднять бокал Выпьердом! За Леон! За Леон! Бухай, бухай, бухай! За Леон! Бухай, бухай, бухай! Все, что я люблю! Бля, заебись. В общем, спасибо! Спасибо, что посмотрели этот выпуск! Я надеюсь, что вам понравилось. Самое чувство, что троха снимается до того, как мы клип идем снимать. Я не знаю, что вы посмотрели. Надеюсь, что вам понравилось. В общем, у меня глаза выпали на кончиках пальцев. Лучший клип на тысячелетие просто. Песня получилась гениальная. То, что я слышал уже, это новая группа Ramones. Вот он. В общем-то, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, кто из Букер Дбэда вам больше всех понравился. Пацаны, подписывайтесь на Артем Извозского, Женю Кашапарова, Пашу Шкеля, Максона Максим Битин Ю. На всех, на Артура Фестфила подписывайтесь. Инстаграм, Телеграм, Бандюган, Петухан, Травмат, Салат, Полуавтомат. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Короче, друзья, кроме шуток, спасибо большое, что поддержите наш панк-рок. Только благодаря вам, вашему уважению, вашей веселости, вашей великолепности, безупречности. Мы можем продолжать заниматься тем, что есть, вместо того, чтобы работать. Это правда. Спасибо. Все, брат. Чистая правда. Вот так вот, друзья Вспомнили молодость Как вам это дерьмо? Нормально? Зали он Бухай, бухай, бухай Все, что я люблю Так, я обещал послушать чувачки Из школы ремонта Субтитры сделал DimaTorzok